Всем доброе утро! Я сегодня буду снимать День из жизни. И сейчас пол восьмого утра, я тут играюсь в маленького гномика. Я же чую это, я пакую еду на работу. Это такая маленькая баночка, вот она размером, ну если вот в моей руке вся помещается. Вот, и я беру с собой в ней в таких баночках еду на работу. Дело в том, что я работаю до часу, но мне все равно хочется в первой половине дня есть. Но есть в первой половине дня полноценный обед, это как-то вообще негуманно. Вот, поэтому я беру обед, только уменьшенный там, я не знаю, в три раза от его реальных размеров. Еще у меня там на работе банан, боже, что я говорю вообще, бублики, беру еще с собой банан. А в банке у меня здесь макароны и вареная куриная голяшка, мясо точнее от нее. Вот, так что сейчас будем собираться. Богдан ходит в садик, сейчас буду его будить, потому что мы сегодня немножко проспали. Вот, поэтому я даже себя не показываю, потому что сейчас мы будем в темпе вальса уже собираться. Вернулась уже с работы, небольшие бытовые покупки в фуршете. Первое, это появились там такие маленькие яблочки, golden, как раз такие, как мы с Богданом любим, желтенькие, маленькие, с розовенькими бочками. Вот, 17 гривен почти килограмм. Дальше, олейна, как они сейчас фасуют, не литр, конечно, а 900 миллилитров. Олейну решила купить, потому что у меня почему-то все масло, которое я покупаю более дешевых марок, протекает из бутылки. Меня это ужасно раздражает. Насколько я помню, олейна у меня когда-то не протекала. Сейчас посмотрим, как именно, как сейчас это происходит. Из бутылки я имею в виду, когда наливаю куда-то в сковородку, то течет обязательно вот так вот потом по бутылке масло. Далее на работе закончились вилки, ну да, закончились вилки одноразовые, пластмассовые. Дальше купила себе творожных десертов. Купила вот такой вот, самый мой любимый из таких десертов торговой марки Смачненький. Это именно Машенька с какао, там такой взбитый сырный, ну, творожный крем с какао, очень вкусный. Далее какую-то купила Танюшу, в общем, с персиком. Ну, там творожная масса, просто с персиковым вареньем. Дальше вот такой вот со вкусом пломбир, тоже взбитый сырочек такой, я не пробовала со вкусом пломбир. Дальше лимон купила, турецкий, 50 гривен килограмм. И пекинская капуста, как альтернатива, вот в салаты добавлять, потому что в Ашан сейчас нет возможности поехать. А салатные миксы везде очень дорогие, поэтому на помощь приходит пекинская капуста, так как она стоит 21 гривна килограмма. Вот, ну, намного дешевле получается. Сейчас буду обедать. Хочу поделиться о результатах вчерашнего набега на секонд-хенд. Хочу сразу сказать, что покупаю там только детские вещи из-за того, что, во-первых, ребенок постоянно растет, и одежду приходится постоянно обновлять. И, кроме того, одежда, которая качественная, фирменная, стоит в магазинах дорого. А когда пытаешься сэкономить, учитывая то, что ребенок вырастает, и покупаешь там какой-то дешевый ширпотребный Китай, то это в результате выглядит ужасно и носится тоже ужасно. Поэтому я часто наведываюсь на секонд-хенды, и там можно найти очень даже неплохие вещи за дешевую стоимость. Кроме того, я очень не люблю секонд-хенды. У нас в Киеве на Шулявской такое есть. Я не знаю, как сейчас там обстоит дело, но раньше там, как в дурдоме, люди не совсем светлой национальности громко кричали что-то типа «Выбираем, подходим, успеет, хватит за 5 гривен, срочно, дешево». То есть такое впечатление, что ты попал в какой-то дурдом, или же что ты находишься в каком-то, я не знаю, лагере для неимущих, где если ты не купишь там последние трусы, застиранные за 3 гривны, то ты просто вообще там больше ни во что не оденешься. А вот у нас на Позняках, на конечной остановке восьмого трамвая, есть такой огромный, ну, достаточно-таки большой секонд-хенд, в котором все тихо, спокойно, все чинно висит на вешалках. Он огромный, он в таком огромном ангаре. На всем висят бирки с ценами, и есть уверенность в том, что ты не показываешь, опять же, не очень белокожему продавцу какую-то вещь, и спрашиваешь, сколько она стоит, а он оценивает тебя по внешнему виду и говорит стоимость. Нет, там вот такие вот ценнички, где написана цена сразу же, там часто проходят скидки, там никто не кричит над головой, подходим, выбираем, покупаем, или еще что-то в этом роде. Но, естественно, чтобы найти что-то достойное, приходится перелопатить кучу всякой ерунды. Так вот, вчера я купила Богдану вот такой вот реглан. Так, значит, 75% катона и 25% полиэстера. Но это не просто такая катоновая вещичка хлопчатобумажная, а вот такой вот очень приятный, мягкий, такой немножко варисистый материал. И фирма здесь написана Disney. Такое впечатление, что его вообще не носили. Такая еще веселая расцветка и веселый рисунок с Маквином. Он стоил 30 гривен, и я его купила вообще за 15, потому что там была 50% скидка на вещи. Так вот, у меня было такое впечатление, что я его украла за такую цену, потому что это вообще цена абсолютно какая-то несовместимая с ценами на детскую одежду в других магазинах. И купила Богдану вот такие вот лыжные брюки, можно сказать. Только они не совсем зимние, такие не пухлые, знаете, а потоньше. То есть вот на начало весны, на конец зимы. И здесь уже фирма какая-то мне незнакомая, написано Arctic Racer. И они тоже практически новые. Так вот, штаны стоили 125 гривен, но мне их продали тоже с 50% скидкой. И они мне обошлись в 63. Лыжные штаны, тоже вот такие вот резиночки не растянутые. Замки работают все хорошо, везде вся фурнитура сохранена. Снизу вот на коленях такие поперечные вставки. Все, мы уже пришли с Богданом из садика. Сегодня у нас танцы, поэтому сейчас у Богдана перекус. Вот такой вот творожок детский, ягодинский, с черникой, яблоком и чай. А сейчас я еще покажу, я еще сбегала в магазин АТБ. И купила там некоторые покупки. Сейчас я их покажу. Покупки из АТБ. Купила вот такие вот макароны. Я их уже показывала в прошлых покупках. Этого АТБ продается эта фирма. Вот так вот она называется и выглядит. И стоит вот эта вот упаковка, здесь 400 грамм, 10 гривен. Но макароны эти очень хорошего качества. Действительно, то есть не те макароны, которые разваливаются, какого-то там эконом-класса, эконом-вариант макарон, которые разваливаются и размазываются по кастрюле. А они сохраняют свою плотность. Богдан, не заважай меня, пожалуйста. Сохраняют свою плотность и очень вкусные. И вот я покупала в прошлый раз вот такие вот макароны этой же фирмы. И сейчас вот сходила, купила еще одну такую пачку, потому что действительно вкусные. Потом, естественно, никак без маслин, без косточки. Бонви, которые я всегда покупаю. Дальше купила чернослив, сушеный, без косточки. Вот такой вроде на вид неплохой. Буду есть, кушать просто так и салат. Салат из буряка хочу как-нибудь сделать. Дальше купила Богдану и себе вот такие вот огурчики. Тоже бонви, маленькие они. Как бы одной рукой не разбить. Вот такие вот маленькие огурчики. Я ему там к картошке, к пюре. Сейчас зима, тем более. Свежие овощи, огурцы, всякие помидоры, естественно, не даю. Дальше я покупаю постоянно в АТБ вот такой вот крем для чищения. Рио, он стоит, здесь его 500 миллилитров, и стоит он 19 гривен. И это очень недорого. Я им чищу акриловую ванну. И сахар килограмм купила 16 гривен. Мы уже с Богданом пришли с танцев. Сейчас будем ужинать. Богдан будет кушать вермишель, вареную куриную голень, огурчик там порезанный, маринованный. Салат из пекинской капусты. И я буду кушать салат. Нилька, Нилька. И я буду ужинать тоже. Салат, здесь пекинская капуста. Ну, то же самое, что это я с Богданом поделилась. Пекинская капуста, сыр фета, маслины, укроп и яблоко потёртое. И всё. И подсолнечное масло. Так, мы с Богданом уже поужинали. Я ещё приготовила еду Богдану на завтра. Сварила вот картофельное пюре и ещё компот. Там сухофрукты, яблоки сушеные, потом груши сушеные, курага сушеная. И для цвета добавила ещё мороженое смородины. Вот. Но завтра планировала ещё отвезти что-то из еды своему парню. Но этой картошки не хватит на Богдана и на него. Поэтому, наверное, мне сегодня придётся ещё сварить булгур. Бульбульки? Бульбульки. Попозже только. Бульбульки. Не потрібно звонить. О, ты звонила. Не потрібно звонить. Да, пока. Всё. Улыбать. Улыбать.